Мир снов загадочный и непостижимый. Природа того, что мы видим и чувствуем, пока спим, до конца не изучена. Но человек всегда пытался управлять своими снами, отгонять дурные и притягивать хорошие. И уже много веков у него есть верный помощник в этом деле – амулет-ловец снов. Этот оберег пришел к нам от индейцев. Эта ловушка для снов позволяет задерживать плохие сны и злые силы, которые приходят к спящему во сне. А зато хорошие сны и хорошая энергетика может беспрепятственно проходить через наш сон к нам. Вот так выглядит ловец снов. Основание – деревянный круг. Обычно делают из ивы. Внутри плетут паутину. В центре обязательно должно быть отверстие. Считается, что дурные сны запутываются в паутине и на рассвете исчезают. А добрые проходят сквозь круг в центре и по хвостам с перьями осторожно спускаются к спящему. Есть такая легенда, что первую ловушку для сна сделал шаман племени Лакотта. Он поднялся однажды на священную гору и встретил там древнего мудрого учителя Иктоми, который превратился в паука и вел с ним долгую беседу о смысле жизни. Во время разговора паук поднял ивовый крутик и сделал из него круг, а пространство внутри него он заполнил паутиной, говоря о том, что ивовый круг – это символ жизни. Мы рождаемся, возрослеем, стареем, берем ответственность за младенцев и таким образом круг замыкается. Считается, что самый лучший ловец снов – это тот, что сделан своими руками. И, кстати, это не так уж и сложно, но даже если вы решили купить уже готовый амулет, выбирайте тот, что сделан из натуральных материалов. Дешевый пластик здесь не подойдет. Сам размер круга особого значения не имеет. Это может быть 15-20 сантиметров в диаметре. Главное, чтобы паутина, которая внутри этого круга, была сделана из натуральных волокон. И для изготовления ловца для снов необходимо, чтобы перья были неокрашены. И женские ловцы для снов обязательно украшались совьями перьями, а мужские – орлинами. Также в амулет вплетают перья попугая, если хотят в своих снах заглянуть в прошлое и получить ответ на нужный вопрос. Можно использовать петушиные или утиные перья. Самое главное – это должны быть перья живой птицы. Энергия смерти в лучшем случае лишит амулет силы, а то и вовсе приведет к обратному эффекту. Особое значение имеют и бусины, которые вплетаются в паутину. Субтитры создавал DimaTorzok